Человек без мечты это как птица с подрезанными крыльями. Может только есть, пить и воспроизводить себе подобных. А вот взлететь никогда. У мальчика, который в 6 лет переехал в Саратов и жил здесь, на улице Грошовой, ныне Держинского, мечта была небо. Наш сегодняшний герой Олег Константинович Антонов, конструктор, который стал патриархом отечественного авиастроения. Началась карьера конструктора прозаична. Родители маленького Олега не поощряли увлечения авиации. Он учился в первом реальном училище, сегодня это первая гимназия. Здесь вместе с одноклассниками Антонов создал клуб любителей авиации. Он сконструировал первый планер и они с мальчишками стали пускать уже с горы эти планеры. Кстати, именно в Саратове журнал, по-моему, смена проводил конкурс на лучший планер. И Олег Константинович занял там первое место. На всесоюзных соревнованиях в Коктебеле Антоновский голубь, так он назвал свой первый аппарат, не взлетел. Но именно там, в Крыму, он познакомился с конструктором Александром Яковлевым. Антонов долго трудился под его руководством, а после войны создал свое конструкторское бюро. Это он спроектировал знаменитый кукурузник Аннушку и этажерку, так в народе называли Ан-2. Самолет покорил весь мир. Олег Антонов создал больше 70 моделей летательных аппаратов. Но самым лучшим считают эту модель – пассажирский Ан-24. Надежный. Вот в моей памяти остался самолет как надежный. Потому что, ну, работа сложная, всякое бывает. Но, наверное, это качество вообще советской техники. И все-таки надеюсь, что и в нынешнее время в том числе. Все-таки это как бы наше клеймо, сделано в СССР, сделано в России именно в отношении самолета строения. И к Ан-24 это относится в полной мере. После переезда в Киев Антонов в Саратове – редкий гость. Современные украинские власти к наследию конструктора отнеслись критически. Они пытались назвать его последнее детище – самый большой самолет в мире Ан-225 именем националиста Степана Бандер. ・・・. Когда мы видим, я уточняю заниматься SaaS в киевNO-O. нормально.